Привет, с вами опять Эден. И сегодня я хотела бы с вами поговорить просто о жизни, о мечтах и о наших мыслях. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. У нас несколько дней назад был Новый год, позже Шана. И я знаю, что большинство из нас каждый Новый год, День рождения, воскресенье. Мы всегда ищем, когда начать новый этап в нашей жизни или, может быть, открыть новую страницу нашей тетради. Я думаю, что это ошибка, ждать какого-то Нового года или День рождения, или всё такое, чтобы начать что-то новое. Всегда, когда мы говорим «завтра диета», мы знаем, что завтра этой диеты не будет. Так что, почему бы не начать новый день, встать утром и сказать «сегодня я начинаю свою новую жизнь». С сегодняшнего дня я буду как можно больше быть самим собой, как можно больше быть лучшим человеком, лучшим я. И каждый следующий день в моей жизни я буду проводить так, чтобы он меня ввел к лучшему пути и к лучшим решениям. У меня очень широкий круг друзей. У меня есть друзья от официантов до бизнесменов. Я вижу, как неважно, сколько у тебя есть, всегда ты чем-то недоволен. Всегда ты плачешь за что-то. Как это говорят, трава соседов всегда зеленея. Вы знаете, что не важно, что у вас будет, вы всегда хотите что-то другое. Вы должны изменить это мнение, потому что вы должны быть довольны тем, что у вас есть в жизни. Вы должны решить, что вы хотите сделать со своей жизнью. И каждый день делать шаг ближе и ближе к этой жизни. Вы должны любить то, что вы делаете. И вы должны верить сами в себя. Многие люди хотят что-то добиться в жизни. И они всегда говорят, нет, я не смогу это сделать. Нет, я, наверное, не достигну этого. И бояться, бояться каждого момента. Когда вы это делаете, вы боитесь и вы думаете, что вы этого не достигнуете. То, может, так и будет. Потому что вы себе мешаете. Вы сами себе мешаете. Потому что если вы что-то решили сделать, верьте в это. Верьте, что вы можете это делать, но не обманывайте себя и говорите себе, я верю, я верю. Просто верьте. Возьмите 100% вашего мозга и верьте в эту мысль. Если ты хочешь быть, не знаю что, космонавтом, верь в эту мысль, иди и делай то, что тебе надо, чтобы быть космонавтом. Если вы читали всякие книги, как «Секрет», и есть еще книга, называется, не знаю, как там на русском называется, я попытаюсь перевести это. Это сила безосознательного. Я знаю, что вы поняли, о чем я говорю. В двух этих книгах вам рассказывают, что вы должны к себе это тянуть. Вы должны верить в что-то, и это к вам придет. Да, это правда, что вы должны верить в это, и это к вам придет, но в тот же момент вы должны и делать то, что вам поможет это сделать. Если вы хотите быть писателем, написать книгу, и вы верите в это, я напишу когда-нибудь книгу, но вы никогда это не делаете, то эта книга к вам не придет. Вы должны каждый день вставать и делать это, писать тогда, когда только вы можете. Вы сидите, и вам что-то в мысль приходит, пишите, 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 пишите. Но самое главное, чтобы вы делали то, что вы хотите, не то, что ваши родители хотят, или ваша бабушка мечтает, чтобы вы были. Делайте то, что вы сами хотите, то, что ваше сердце просит. Потому что если вы пойдете по пятам своим родителям или кого-то другого, вы в какой-то момент сломаетесь, вы не захотите это больше делать. Или самое худшее, вы это сделаете, в конце концов, вы потеряете 3, 4, 5, 6 лет на это. И после этих лет вы вдруг встанете и скажете, зачем я это делала, потеряла 5 лет в своей жизни, я не хотела это делать. Так что делайте только то, что вы хотите. Это ваша жизнь, никто за вас не решает. Вы можете, чтобы вам кто-то советовал, вы можете слушать советы, но вы должны выбрать, какие советы вы хотите для себя. Самое последнее. Не будьте жестокими с вами, с вами, с вами, с вами. Знаете, есть такое слово, почему я всегда это говорю. Не будьте жестокими с собой. Если вы делаете ошибки, это хорошо. Вы должны учиться с этими ошибками. Если кто-то другой вам скажет, не делай это и это, это ошибка, вы никогда не узнаете, если это была ошибка или не ошибка. Но если вы это сделаете и разочаруетесь, и узнаете, что это да, была ошибка, то это вам дает плюс. Это вам помогает дальше в жизни, потому что вы будете всегда помнить эту ошибку. И разные вещи, что вы будете делать в будущем, вы вспомните, что вот это была ошибка, и вы не сделаете это еще раз. И все. Это все, что я вам хотела сказать. Не ждите Нового года, не ждите Дня Рождения. Просто откройте новый лист в своей тетради. И старайтесь каждый день делать что-нибудь для вас. Читайте книги, смотрите фильмы, делайте всякие классные вещи. Проведите время со своими любимыми друзьями, своими любимыми родственниками, бабушкой, дедушкой, мамой, папой, сестрами. Цените каждый момент вашей жизни, потому что у вас одна жизнь. У вас одна жизнь, и каждый день, который приходит, он уже не вернется. Так что не сидите дома вот так и ждите, когда вам захочется что-нибудь делать. Делайте с этого же момента. Будьте каждый день лучше, чем вы вчера. Вот и все. Я желаю вам огромного счастья. И желаю вам, чтобы вы нашли свой путь. Все. Спасибо за просмотр. И встретимся очень скоро. Целую.